о пошел запуск трансляции все пошло пошла работа все нормально и ваня добрый вечер хазима привет все можем трудиться я просил просения я просил просения так вот так наверное надо сделать все я готов я хочу чтобы мы вспомнили я хочу чтобы мы вспомнили наши предыдущие перед тем как я выпал с этой веселенькой с этим веселеньким гриппом то о чем мы говорили про прошлые разы совершенно кроссом потому что у нас сегодня такой будет мы будем двигаться дальше и у нас будет первая наша такая вводная часть в двадцать четвертом году и нам будет этого весело и хорошо так вот здесь уже начали викачка привет стрим повернувся ну и слава богу я его просто переделал заново запустила тот получается не должен по идее работать ну то такое и вот мы прошлый раз сказали о том что мир условно говоря прикатился в австралию и весь мир стал такой огромный большой 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 австралии и там внутри этой сереже добрый вечер и и там внутри этой австралии возникли первая экологическая проблема значит беженцы со всех стран приехали в условную австралию эти кролики начали жить плодиться бесконечно у них все хорошо у них ничего не болит им вообще кайф полный и слава тебе господи но они начали настолько нагружать экологическую систему австралии что просто сожрали все а естественных врагов у них не было и тогда прискакали привезли ну следующие умные люди привезли лис приехали значит ну типа лисы приедут покусают сожрут значит кроликов и будет счастье лисы привезли лис лисы тоже расплодились но лисы не будь дурами они зачем им бегать света добрый вечер геночка добрый вечер лисы будь они не дуры они думают зачем вот это бегать там саша привет да стрим жив они решили что типа а зачем бегать за крылями ну нафиг вон совершенно спокойно сидят сумчатые крысы никого не боятся жрать их можно они любопытные подходишь она на тебя смотрит его жрешь она на тебя смотрит ну кайф ну кайф ну на том значит и порешили и тогда добрые люди и в австралии взяли в руки ружья и перебили к чертям собачьим всех лис потому что они сожрут всех сумчатых крыс и куда дальше экологическая ситуация качнется вообще непонятно я вам хочу привести пример экологического равновесия который вы наверное часто встречали его в интернете о том что типа ела эстонский национальный заповедник и там как 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 размножились очень сильно всякие олени значит и все у них там было хорошо но так размножили что тихий ужас а волков там нет там не было и они сожрали все деревья в общем грубо говоря птицы начали улетать и животинки начали разбегаться и когда наступила большая катастрофа тогда туда в этот значит заповедник завезли волков несколько семей волков и вот эти вот монады стаи волков они начали прорежать волк не может взять сильное животное вот может взять только либо старая либо либо больное ну если правда еще в стае они охотятся то тогда значит но не в стае сбиваются только они так живут семьями они в стае сбиваются только зимой когда они когда они практически в одиночку взять добычу не мог только вот в таком случае а так то живут порознь размножаются все у них хорошо так вот волки сильно проредили оленей вернулась зеленка вернулся кустарник вернулись там все дела вернулись птицы вернулись мелкие значит всякие хищники всякие грызуны и все остальные и всем стало от этого хорошо стало хорошо все довольны то есть оказалось что экологическое равновесие это такая тонкая грань где если типа пошевелить и разбалансировать одну казалось бы незначимую вещь а получается так что все это ложится на назначь и вот примерно то же самое для того чтобы экология австралии не легла назначь добрые люди взяли оружие в руки перебили всех лес жутко проредили живущих на пособие по безработице и жутко размножающихся кроликов и на том как бы все все счастливы все хорошо все это было наше воспоминание про австралию теперь мы уже сказали что нынешнее состояние в мире она очаговая и мы потихонечку закатываемся в лиминальность лиминальность это время без времени это когда старая уже закончилась а новая еще не началась вот качество лиминальности у него есть два состояния состояние вот этой вот неопределенности такое ощущение что это типа очень типа похоже на фрустрацию на обрушение ценностных и целевых ориентиров старая уже все закончилось не к чему чем хороши целевые ценностные ориентиры ценностные ориентиры позволяют удерживать нравственность и мораль и этику а целевые ориентиры позволяют себя стражить ну то есть дисциплинировать и по отношению к чему-то выстраивать свою жизнь типа поставь цели иди к ним вот представьте себе что так и вдруг вы у вас получилось что основное количество основное количество целей выполнено будем считать что все а новые цели еще не возникли и у вас возник вот этот зазор время безвремения то есть получается типа время мира закончилась сейчас идет время войны а время следующего мира еще не началось даже не не образовалась устойчивая равновесия кто кому рабино вич и почему мир должен быть именно вот таким а не каким-то другим ну то есть после первой мировой мир стал вот таким а не каким-то другим потом вторая мировая мир стал таким они каким-то другим вот сейчас у нас условно говоря третья мировая и или ее канун или ее мы об этом узнаем только потом когда уже все это по заканчивается то мы тогда узнаем что это был и в какой фазе мы сейчас находимся потому что если война кончится завтра это типа это как бы раз самый разгар уже типа а пофигей а если типа война еще будет возюкаться там допустим лет 12-15 то совершенно понятно что сейчас это типа первая четверть войны поскольку никто нифига не знает мы сегодня это покажем совершенно четко на математике то говорить о том типа состояние лиминальности вот это время без временем и в таком полуподвешенном состоянии военном что она типа уже надо заготавливать типа рога и копыта или еще рано уже стоит открыть свой бизнес или еще рано уже значит стоит там там иммигрировать или наоборот вернуться в страну или еще рано уже стоит типа беременеть и рождать детей или еще рано уже стоит значит там идти получать какую-то профессию а муж я не доживу чайки и получать будем воевать как воеваю как с тем с тем что у нас есть а вот исходя из лиминальности и мы сказали что лиминальность это вот это неопределенность но у лимит но мы не тогда не сказали что у лиминальности есть вот такенская вот такенская вот такенская вот качество она называется ощущение застоя когда вы работаете вот внимание здесь вот важно как почти каждое слово когда вы работаете работаете в общем уверенно интересно качественно но в какой-то момент вы понимаете блин ничего не происходит что вообще происходит почему ничего не происходит и вы так а вы все работаете вы потом совершаете попытки у вас вы выполняете какие-то действия джи не происходит и вы так и вы и вы так думаете блин ну типа эй бог да познаем дай какие-нибудь знаки на пути очень важный момент вот это второе свойство лиминальности что если вы не перестали пытаться делать и все еще работаете а в нужном в выбранном вами направлении а создается ощущение что ничего не происходит то внимание вот как раз сейчас происходит все самое главное самое нужно именно сейчас вот то есть вам кажется что как бы все остановилось не именно сейчас и происходит самое большое развитие и вы сейчас движетесь с максимально возможной скоростью вот это и есть собственно лиминальностью лиминальности две вещи да вот это вот ощущение неопределенности когда вы не определились но если вы на вы определились и начали действовать а в этот медленное подключение мне пишет хотя полный полный набор наш уж такое то что-то муравиновича чё за чуть-чё за дела происходит что не так в датском королевстве немало этих мало фишечек хотя связь устойчивая ну-ка 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 если вот так станет лучше нет пока не лучше ладно трудимся так едем дальше и вот два свойства лиминальности одно вы не определились вам куда и вот это вот неопределенность она типа на потоке лежу значит задней лапкой дрыгаю и ладно поток меня сам несет и вы определились вы работаете но тоже возникает ощущение что ничего не происходит что делать куда бечь никуда не бечь продолжаете делать то что вы хотите дайте себе время и не прекращайте делать типа в это время сейчас происходит все самое главное что должно происходить именно вот сейчас и происходит и вы движетесь туда куда надо все это мы разобрали прошлые разы имеется ввиду лиминальность и там же мы сказали что антропологический переход который совершил президент украины зеленский это идея так называемого стационарного бандита идея стационарного бандита это экономический термин то есть основная идея украины в течении огромного количества лет было на царю ваты рубли в 100 то и утечь сбег ты здесь подитося и зеленский ее сломал типа он такой весь крутой нет у него просто такое строение нервной системы это позволило ему упереться и не убежать это очень крутой переход который украина смогла совершить с помощью нынешнего временного президента поэтому кто знает может он временный может засядет как этот как этот крендель в россии и будет сидеть там 40 лет он же молодой ему до 80 еще еще типа пахать и пахать ну вот засядет на 40 лет и будет значит второе кино с этим стиране и автократии он же косплеит чувака из кремля ну ладно то такое и мы сказали что в тогда что основная задача допустим в тартарии это исконное родное название россии она всегда была тартарии только там последние совсем немножко 300 лет она стала вдруг с какого-то перепугу россии так вот воспроизводя все время одну и ту же ордынскую модель они жили все эти там сколько там 700 лет от роду значит они жили в этом периоде всегда как стационарный бандит то есть украсть стать властью и остаться александр этот как он кто на чутком озере воевал ну-ка напомните мне несколько и он собственно получил ярлык на княжение он был очень хорошего прям очень-очень хорошего ну типа босяк еще из тех и он получил ярлык на княжение собственно от орды предал брата родного слил его орду там его и убили и как бы все у него было хорошо то есть они давным-давно перешли на модель стационарного бандита а украина все время эксплуатировала модель украсть и убежать и последние 30 лет вот этой независимости которая собственно сейчас отстаивается которая тогда упала просто на голову все происходит точно так же полная полная безответственность на смысле все уходят безнаказанными счастье у народа прям отцеловаться можно поэтому сейчас грубо говоря украина с помощью зеленского выровнялась с тартарией и поэтому грубо говоря тартарицы гибли все во все времена но не сбегали то есть дохли но не бежали а украинцы они воевали то на этой стороне то на той стороне то есть при каждой войне украинцы стояли по каждую сторону из баррикад то есть сраться внутри и значит устраивать срачей это прямо национальный вид спорта все это было воспоминание о прошлом а теперь собственно сейчас станет так легко прям вот вообще сегодня мы посвятим нашу наш сегодняшний стрим тому как прочитать то что происходит что это за людявки вокруг нас ходят как они думают чем они думают сейчас дадим матрицу с помощью которой будет легко да кстати те какие хорошие люди они патреоны а те которые не хорошие люди поросенки они конечно же пока еще не вышли из своего поросячьего состояния так вот давайте вводить у нас будет восемь уровней и мы потихонечку их эту луковицу разберем и так первый уровень это то как люди думают первый уровень это рыбка бананка у рыбки бананки память на 40 минут ну то есть она что-то там увидела что-то запомнила 40 минут попомнила потом она все это из головы вытерлась и она побежала дальше ну и слава богу это и это таких людей на земле не очень много ну процентов 10-15 то есть они это вот из разряда могу копать и могу не копать и пошел и шоу вы можете могу копать могу не копать все двухкомпозиционная вещь дальше следующий уровень это животное то есть у человека уже есть эмоции и связанные с ним состояние но между эмоциями связанными с ними состояниями нет причинно-следственных связей и вот таких людей если научают вести дневники и журналы наблюдений не такие потом да ладно но они находят причину-следственную связь переходят на более высокий уровень в том как они живут и думают ух ничего себе вот так вот да ладно не может быть может быть и работает дальше третий уровень это человек с магическим мышлением у него идеи заговора идеи потустороннего то у них там то у них там бог миром правит то ну как какой-то конкретный седовласый дедушка значит с бородой который там на облачках висит и значит пальчиком как зевс значит молниями шарашит все у него здесь же здесь же на этой позиции всем пройдохи те которые организовывают какие-то секты все романтики все люди с богатой фантазией из высокими душевными прорывами это вот здесь это третий уровень дальше начинается четвертый уровень это люди люди которые рассматривают происходящее в модели акторов акторы это люди которые по повелению и воле которых происходят события и и значит у них есть намерение и у них есть воля ну например ну кто дун хуан чистое намерение не знаю кто шульц аутогенная тренировка тем медитация на безмыслие это все способы либо как получить волю либо как получить силу либо как получить реализацию ну то есть типа я совершу свой свой акт шаг действия и за счет этого действия по принципу причинно-следственных связей все как бы наступит и вот здесь вот предсказательности у этих моделей нулевая но объяснительность исчерпывающие прям вот ну про просто супер то есть мы можем объяснить потом почему человек умер но мы не можем сказать что будет дальше то есть мы можем сказать так ну вот у нас есть инерционные процессы это называется экстраполяция было 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 будет а вот у нас значит этот поле стая черных лебедей значит инерционные процессы говорят вот будет вот скорее всего если ничего не произойдет то будет вот это а потом таки приходят эти черные лебеди говорят нет и и динамика поломалась и типа вот эти вот люди четвертого уровня которые рассматривают идею акторов о том что типа типа история вызывает личность или личность творить историю это вот правда и и здесь же где-то отсюда же это технический и фундаментальный анализ мол типа фундаментальный анализ говорит ну где-то средне квадратичное отклонение но это вот туда мы попадем ну типа эшелон роста стоимости акций движется туда а технический анализ говорит не вот где-то здесь должно произойти и злом и допустим бычий рынок сменится на медвежий и рынок пойдет вниз и вот это вот идея акторов идея инсайдерской информации там и все остальное можете можете оставить все это в покое это все ничего не работает как объяснительные модели супер как предсказательные модели zero поэтому вот здесь на четвертом уровне закончились люди не думающие а идущие из-за мнения экспертов условных ломов ну лидеров общественного мнения там каких-нибудь людей эталонов совести каких-нибудь просветителей о то есть грубо говоря 80 процентов людей они закончились вот в этих четырех фазах и так первая фаза люди рыбка-бананка что-то в одно ухо влетела в другое вылетела 40 минут попомнили утром проснулись и как будто все заново второе животное эмоции есть состояние связанные с эмоциональными состояниями есть но причина следственных связей между эмоциями и состояниями нет мол типа не дергай меня я раздражена ну вот и нарвался на скандал причинно-следственные связи нет кино не работает третий уровень магическое мышление о том что есть какие-то там иллюминаты какие-нибудь там я не знаю кто эти великие крокодилы значит которые там где-то змеи ужасные и драконы и вот значит они как по вылазят по вылазят и вот это кстати очень интересный фильм про этих червяков я забыл как называется эта планета и вот там значит это вот про вот это есть что-то чем ну какая-то сила с которой надо поймать ее струю волну присесть на эту волну помните да чайка по имени ленингстон джонатан ленингстон то как только ты оседлал поток ну все тебя поток значит волочит у тебя все хорошо дальше и люди актеры ну типа существуют актеры которые задают тренд системе типа а если бы не было там не знаю гитлера сталина этого бункерного скитальца или зеленского кто-то кто вот примерно вот в эту ну то есть тартария бы у себя вскормила свое украина бы в очередной раз кормила свое и радость украины что каждый следующий чуть-чуть лучше чем предыдущий проблема украины в том что нынешний значит косплеит чувака из кремля едем дальше и вот мы вот на вот этих четырех уровнях остановились все там все эти аналитики шмонолитики все эти объясняющие головы которые которые объясняют вот этим 80 то есть получается что как бы рейтинг высокий да а типа они могут предсказать нет они предсказывают будущее примерно опять медленное подключение нужно же много фишечек чтобы вы не были здоровы но они предсказывают будущее примерно столько с такой же точностью как подброшенная монета или поломанные часы с два раза в день они показывают правильное время а я вам говорил говорил до этого один раз сказал там 10 лет назад а потом 10 лет говорил ровно обратно и если взять весовые коэффициенты то типа я вам говорил а я говорил что то человек значит хороший данный ты после этого говорил что тот человек 10 лет ты говорил что тот человек скот полный ну да вот 10 лет говорил но я же помните в самом начале говорил хороший а ну да ну да ну вот это примерно из вот этой идеи потом идут значит прошлое выискивает этот кусочек и горит вот смотрите я же говорил что земля налетит на земную ось вот а вы не верили но он говорил что или она говорила что земля налетит на земную ось а потом говорил что не налетит на земную ось а потом таки налетела на земную ось и кому теперь тех кто кому кому рабинач все оставляем это за границей потому что здесь нет ни науки не непредсказательной силы вообще ничего и вот мы начинаем следующие следующие уровни которые покажут нам как как она есть на самом деле первое первый уровень математика математика построена на 1 один из разделов математики построен как теория игр теория игр говорит постулирует следующую вещь о том что игроки которые вступают игру имеют рациональное намерение ну например мы пришли на площадку играем футбол и у каждой из команды из команд есть рациональное намерение победить в этом матче ну рационально рациона ни у кого же нет намерения проиграть не иначе зачем выходить ну типа не договорняк и все игроки на поле совершают действия которые должны в итоге закончится тем что наша команда победит это называется идея рациональных выборов если мы возьмем драку стенку на стенку то здесь вижу все кино начинается сниматься в другую сторону получается стоит одна стенка и вторая стенка и вроде бы у всех рациональное поведение победить в этой в этом кулачном бою но дело в том что если мы туда введем не две команды а допустим пять команд то тогда будущее игры или кто здесь победит уже вообще непонятно помните этот старый анекдот когда белые захватили избушку лесника окей утром пришли вечером красные в 11 пришли красные и выбили оттуда белых и захватили избушку лесника в обед пришли белые воевали и выгнали оттуда к чертям собачьим и забрали себе избушку лесника на полдник пришли красные выбили белых вечером пришел лесник дал обоим но обоим сторонам выгнал и тех и тех и на том значит все и закончилось вот это примерно про то что теория игры постулирует следующее что я сейчас попытаюсь близко к тексту если если мне удастся вспомнить что игра приобретает тот характер этот результат который ни один из игроков участвующих в игре не предполагал не описывал и не формулировал допустим у великого майка тайсона это эта фраза звучит примерно так все имеют планы на бой пока не получат в челюсть а потом значит плана плана на бой уже нет и уже все пошло до свидания это был первый уровень для людей которые уже думают то есть предыдущие четыре уровня они просто не думают они берут человека со стороны вцепляются ему в хвост слушают там кого-то про рептилоидов иллюминатов и значит на этих крокодилов и змеюк и значит драконов и это вот примерно их уровень следующий уровень для людей которые думают экономика следующий уровень это экономика на предыдущем уровне на уровне математики на уровне теории игр мы заметили две вещи первое то что все игроки рациональны это все допущение и второе то что игра приобретает тот характер этот результат который ни один из игроков которые намеревались участвовать в игре и участвуют не предполагали то есть ну мы примерно понимаем что это куда она все отойдет чем это закончится но как точно она закончится никто не знает едем дальше экономика следующий уровень людей которые думают в логике экономических теорий примерно на 15-20 лет основные нобелевские премии по экономике они все присваиваются людям которые занимаются павел добрый вечер которые все занимаются так а меня видно слышно меня видно слышно ничоси упа как прочитать налоговую ура стрим жив да так андрей в шаг как прочитать налоговую что это за квартал карательный орган который за отничьем штрафов статистику и какой-то сигнальный дым на превращение налоговую сервисную функцию нет при этой власти нет не будет этого ну то есть она будет репрессивным органом аннушка стратегии национальных доходов налоговую не то чтобы хотят превратить в сервисную функцию создали должны органы для контроля налогоплодящих хуже анечка нам на вадим добрый вечер хуже они сейчас по идеям если таможня протащат один из два главных коррупционных органов таможня и налоговая где больше все коррупции откатов наездов все и взяток и они сейчас пытаются протащить право на следственную деятельность если им удастся протащить право на следственную деятельность то уверяю вас налоговая пойдет по этому же пути так только они получат право на следственную деятельность у них налоговый сейчас уже надо судебном остановка деятельности арест накладных и всего остального добрый вечер и горяча спасибо 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 что ты не сказал об меня видно и слышно супер спасибо и ирочка добрый вечер и вероятность того что типа они еще получат следствие следовать возможность вести собственное следствие то это будет ну прям совсем 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 плохо это будет такая фискализация не столько фискализация сколько это будет такой полный беспредел то есть мы закатимся в каганаты ну то есть вот все что вопричинено все что сейчас творится условно говоря в тартарии все то же самое будет у нас по крайней мере наш нынешний временный президент он все делает именно и идя шаг в шаг ну так там лаг запаздывания по каким-то вопросам полгода по каким-то год но часом последнее время посмотрим куда его завернет потому что по идее он на словах отыгрывает назад а по делам это все движется плохую сторону едем дальше и так наша задача не разобраться с людявками разберемся с людявками там дальше будет легче и так и последний последние нобелевские премии были за поведенческую экономику то есть экономисты начали предсказывать не только движется экономики а к чем руководствуются люди которые принимают решения и за последние наверное пять или семь лет нобелевские премии в экономике были даны ученым которые описывали иррациональное поведение экономических агентов так стоп мы накануне когда говорили о математике мы сказали что стоп минуточку математика говорит что вступающий по крайней мере теория игр говорит что вступающие субъекты на поле игры они все руководствуются своим рациональным умыслом получить побольше выгоды блин тут выходят на следующем уровне след второй уровень выходят экономисты и говорят не 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 они все говорят что типа у них рациональное поведение но в момент выбора или в момент особенных состояний не принимают абсолютные рациональные решения часть что за фигня вот это вот иррациональное поведение и является для нас вторым уровнем наташечка добрый день добрый вечер теперь третий уровень вот это вот тех людей которые уже начинают думать и так условная теория благоденствия или теория борьбы с бедностью с неграмотностью с голодом с отсутствием с отсутствием медицинского обеспечения и всего остального они говорят о следующем это идея которая закладывает фундамент под идею гениальности она говорит следующее что если мы сумеем на земле так организовать деятельность ну потому что в африке люди без еды мрут условно говоря в странах первого мира выбрасывается в утиль примерно пяти или семикратный объем той еды которые можно было бы накормить тех и те и те в африке бы не умерли только непонятно как у этих забрать оттуда отдать вот такое и вот существует вот эта вот идея благоденствия где благоденствия примерно говорит о следующем что если мы нам проще кормить бедные страны богатым странам проще кормить бедные страны только для того чтобы люди там не мерли и оттуда бы всякие непонятные эти но спид откуда пришел ну вот значит посадок куплялись с обезьянами типа там кто-то откуда-то пришло такой-то гриб откуда пришел ну пожирали там того-то там пожирали того-то там пожирали того-то в общем грубо говоря понятное дело никто эту а может и ел эту летучую мышь кто-то схавал в ухане в рядом слабо биолаборатории то значит пожарил эту поймал и пожарил эту летучую мышь и значит пошел к вид по земле гулять так вот смысл заключается в том что если у вас в городе эта теория разбитых окон существует бедный квартал то вам бедный кого в бедном квартале куда полиция боятся боится заходить вам из-за преступности все вам проще им помогать пособиями по безработице чем расследовать их преступления связанные с тем что они пытаются добыть себе еду то есть выясняется что если им дать людям имеется ввиду каким бы то ни было достаточное количество еды воды образование медицины то большая часть из них даже не делая ничего а просто лишь размножаясь не будут заниматься этим не будут заниматься преступлениями но проблема в том что они начинают размножаться появляется называется молодежный навес в социологии появляется молодежный навес и тогда революции катаклизмы все остальное это все молод молодежный навес все что до 30 лет везде где значит страны активно растут населением то у них всегда есть вот если пропорция в пользу молодых смещается то вероятность неустойчивости этого режима повышается ну то есть вероятность революции становится выше потому что молодым значит надо что-то делать это был третий уровень тех тех теорий руководствуясь которыми мы уже понимаем что нам проще людям людей поддерживать даже самых ну то есть отсюда появилась вся эта не карательная психиатрия отсюда же появилась все эти идеи это тоже человеку надо помочь отсюда же появились все идеи качества жизни отсюда же появились все идеи связанные с идеи доживания хоспис и и все остальное то есть это все говорит о том что при росте благосостояния люди в общем часть становится воловеет и становятся такими вот ну грубо говоря этими сумчатыми крысами но тот факт что они становятся сумчатыми крысами и условно говоря искупает тот факт что они хотя бы уже теперь не бьют витрины в магазинах ну и сладу сосы нет преступлений и там не убивают за не сильно присаживаются на наркотики все с третьим уровнем сделали четвертый уровень эта идея гениальности которая связана с предыдущим уровнем очень просто идея гениальности она лежит в ее основании лежит предположение о том что на земле гении рождаются ровным слоем то есть это не типа вот есть кимберлитовая трубка в ней значит лежат все самородки бурля пока еще алмазы значит надо выковыривать грунт отвозить этот грунт на пескостройку но на этот на водяную драгу разбивать значит этот грунт промывать промывать находить значит эти черные желтые и всякие разные коричневые они все грязные такие в общем не умытые и находить эти алмазы а потом их отвозить значит на огранку и получает за счет вот вот мы получили бриллианты наших денег все так только нет кимберлитовая трубка это весь земной шар и поэтому получается что гений рождаются с одинаковой частотой во всех экономиках и во всех странах тогда вопрос почему в экономиках стран первого мира гении гения в больше потому что не успевают дорасти то есть им да им в детстве дали воду им в детстве дали еду мозг развился от тела развилась они получили образование в начальной школе и в колледже а допустим в университет они уже поехали в какое-то хорошее место ну собственно гений должны друг с другом то есть гений физики не надо тусоваться с гениями литератур а гением литература не надо тусоваться с гений в физике плохо и тем и тем хитон какие не физики он убит и шурлуг туда дта служу за гений физики они там друг друга сама опылют им от этого очень хорошо викачка добрый вечер им от этого очень хорошо Ну и поэтому у них складывается жизнь, в смысле они взаимоопыляя друг друга становятся еще сильнее, а поэт физика не научит, как и в обратную сторону. Есть неплохие поэты и среди физиков, возможно есть какие-нибудь гениальные ребята среди тех, кто типа умный по литературе, он там тоже может какую-то физическую теорию толкнуть, но скорее всего это так не происходит. Поэтому, если мы точно знаем, что гении рождаются везде одинаково, то наша задача так посмотреть на мир, чтобы мы как мир развиваемся только благодаря гениям, больше никому. То есть никто наш вид биологический не двигает вперед сильнее, чем это делают гении. Поэтому наша задача гения найти, собрать их все вместе, выпистывать их, дать им возможность реализоваться, а типа выгода от этого у всех. Раньше существовала модель о том, что типа давайте отпылесосим. Америка, Канада, Китай сейчас стараются активно пылесосить, как города пылесосят сельские окраины, высасывая наиболее умных. Вот ровно то же самое делают государства, как столица высасывает прилегающие территории и города. Вот еще так же большие страны, хорошие, сильные, они высасывают другие, с точки зрения гения, высасывают, дают им возможность приехать, дают им стимпенеальные программы, дают им боны, они развиваются и у них все хорошо. Едем дальше. Сейчас при росте благосостояния, вот здесь очень важный момент, когда благосостояние было, имело сильный разрыв, то вывозить гениев было выгодно. Ну имеется, они сейчас выгодно, всегда будут выгодно. Но как только благосостояние, условно говоря, там в какой-нибудь Африке или там в Юго-Восточной Азии начало бурно расти, то вывозите туда гениев, государства уже больше не хотят. Они говорят, не-не-не, вы наши гении, живите здесь. Ну типа мы вам создадим условия здесь. И да, действительно, типа где родился, там и пригодился. Основное количество полугениев, сильногениев, недогениев, в общем, людей с задатками и зачатками гениальности начали оставаться на месте. И это говорит о том, что все растения на этой поляне, все государства на этой земле, они начали более-менее развиваться примерно одинаково. О, это был четвертый уровень. И теперь пятый уровень. Идея эволюции. Мы живем сейчас в модели... Итак, космос, вселенная. Мы находимся у черта в жопе. Наша галактика – это такой мухосранск задрибанский. Просто какой-то ужас. Там, в этой галактике, есть какая-то микро-карликовая звезда. Вокруг нее, на куске остывающего камня, бовсается какая-то там якобы планета голубая. Голубая луна. И мотыляется, мотыляется, мотыляется. Сначала по этой планете в жопу метеоритом ударил, значит, этот... Глыба льда. Планета. Точнее, сначала планета скомпрессовалась. Из пыли, из говна и палок. Из пыли, грязи и всего остального. Значит, там внутри. И клокочет все к чертям собачьим. Вон, в Исландии. Или где там. Снова, значит, извержение. Лава лезет прямо через раскол. Не через вулкан, а прямо через раскол в толще. Пласты съехали и прям течет, и все. А верхняя корочка маленькая. Вот она подостыла слегка. Ну, то есть, ее уже можно рукой трогать. И все вот как бы хорошо. Завезли к чертям собачьим воду. Вода упала. Лед. Лед в космосе есть. Вода в космосе есть. Она приехала на Землю. Ляпанулась. Взрыв. Растаяла. Образовалась. Пупырь. Кусок Земли. Континенты потом разъедутся. А все остальное. Вода. Ну, ладно. Так, так, так. И вода начала испаряться. И начала образовываться атмосфера. То есть, дождик выпало, выпарилось. Солнышко посветило. Опять дождик. И хоба зациклировалось. Ух, ничего себе. Ладно. Подумала Вселенная. Сейчас мы это. Сейчас мы это. Взбодрим. И на следующем метеорите завезли бактерии. Бактерии там тоже есть. В космосе. Привезли бактерии. Эти бактерии, они все такие одноклеточные. Очень в чертишу. А, да. И образовалась вот эта модель. Мы живем в азоте. Вот это все, что вокруг нас. Это азот. Кислорода у нас там. Я уже не помню. Восемнадцать. По-моему, процентов. Или двадцать один. Двадцать один, по-моему. Мы двадцать один дыхаем, восемнадцать выдыхаем. И вот, значит, вся эта мазута начала работать. И вот это азотное окружение. И мы тут такие, все такие. Еще никого нет. На земле еще никого нет. Значит, вода колумпается. Значит, она уже циклируется. И тут завезли эту веселую бактерию. Бактерия, значит, не испаряется. Она где-то там в водичке этой живет. И давай она, значит, размножаться, развиваться. И вот одноклеточные, многоклеточные. Много-много-много-много-много миллионов лет. И вот там до нас были кто-то, до нас только не было. И такие, значит, в воде ползали. Потом они выползли наружу, потому что там уже было, там уже было что жрать. Потому что пока на земле ничего было что жрать, то есть уже и там начался хлорофилл вырабатываться у растения. Уже и растения появились. Тут были водоросли только. А тут, значит, фотосинтез заработал. И давай шуровать. Значит, и уже какая-то там почва образовалась. То есть было что жрать из этой земли этим корням. А потом туда подтянулись рыбчики, которые выползли, значит, из воды. И зашевелилась эта байда. Все эти рептилии расплодились. Земноводные там жабры легкие. В общем, трата-та-та. И вот, значит, развились курочки. Ну, в смысле, динозавры. И вот эти курочки, они бегали-бегали-бегали. И так посмотрел на это все. Кто-то там сверху сказал, что это за херня. А ну-ка вытери к чертям собачьим. Бум-бум-бум, значит, метеориты. Зима. Ну, пыль поднялась. Зима. Они все выздохли. А то, что жили, шумишь. Там был парниковый период, стал ледниковый период. Все поздохли. И в лед вморозились. И чтобы они были здоровы. Ну, в общем, грубо говоря, вся эта байда развивалась, развивалась, развивалась. Ну, и там условно, там 200 тысяч лет назад мы потихонечку отделились от обезьянов. Стали гоминидами. Потом, где-то 40 тысяч лет назад мы самые худые, несчастные, бедные, ну, в смысле, злые и коварные из гоминид стали людявками. Ну, имеется в виду, уже оформились. И вот, грубо говоря, нам 40 тысяч лет. Фигня. То есть, а христианство всего там сколько? Сейчас 2000? 2000 лет. О чем речь? Вот. И поэтому это следующее, это самый высокий уровень идеи о том, что... Речь идет о том, что мы развиваемся, исходя из предположения о том, что мы кому-то там... Ну, то есть, мы себе там выдумывали, что мы там венец создания. Венец эволюции. Ни фига мы не венец эволюции. В эволюции было масса вариантов. Владимир Михайлович, землю людей создал Бог, а не космос. Все правильно. Так и... Именно, Игореша, именно так и было. Дело в том, что сначала Всевышний создал Вселенную и космос, а потом уже космос и Вселенная создали Землю. Вот. То есть, мы внуки Бога. Кто-то считает, что мы дети Бога. Нет, мы внуки Бога. И... Идея о том, что там что-то происходит по нашей воле, я сейчас откручиваю назад. Итак, есть пласт людей, которые вообще не думают. Есть пласт людей, которые думают. И уровень их воззрений на мир и на жизнь определяется горизонтом их представлений. То есть, если они... У них там все плохо с головой, и они там себе что-то понапридумывали, что они там актеры, и шмактеры, то это все. До свидания. То есть, по-настоящему интересное мышление начинается сначала математика, потом... Да, мы внуки Бога. Значит, а может быть, мы троюродные внучата и племянники, судя по тому, что у нас сейчас на Земле творится. Так вот, он вообще знает, что мы есть? Мне очень понравилось. Если найдете, пожалуйста, найдите, положите это где-то здесь. В этом... Есть такой, значит, ролик. Я с него вообще... Меня... Я ползал. То есть, я ржал, как педальный конь. Значит, такой индус звонит Богу и говорит, Бог, тут, значит, на Земле такой гармедр, что, пожалуйста, ты наможешь как-нибудь... а есть те, кто думает, что они думают. Да, большинство как раз никачка и есть. Это те, кто думает, что они думают. Так вот, и он там, значит, звонит Богу, этот индус, и значит, говорит, слушай, у меня к тебе чисто вопрос. Ты можешь нам помочь тут на Земле, значит? А Бог такой говорит, а кто мне звонит? Он говорит, ну, мы люди. Говорит, какие люди? Вы откуда? Он говорит, ну, мы тут земля там. Он говорит, земля? Может быть, ну, надо что? Он говорит, ну, мы тут не понимаем, как жить. Он говорит, я вообще-то землю создавал для тигров. Тут говорит, для кого? Говорит, для тигров. Говорит, а мы? А вас есть чисто сделал, что, типа, вы их еда, ну, чтобы тигры не поумирали с голоду, так я чисто, чтобы покормить, как рыбок. Значит, вас, типа, завел. Тут говорит, а во сколько там сейчас? Тут говорит, ну, 8 миллиардов. Говорит, сколько? Ну, и Бог начинает офигевать. А этот понимает, что типа, похоже, не тот биологический вид вверх взял. И он говорит, Бог чистый по приколу. А нам-то жить, как? Он говорит, я откуда знаю, вы еда? Ну, вот это примерно право от этого. Кстати, матрица с ней та же, что же, ну, на эту же тему, что мы еда. Наша задача генерировать, значит, психическую энергию. И отправлять ее в космос. А, вот, Игоряша говорит, что это неправильный номер. Это из фильма Пикей. Просто шедевр. Шедевр. Тигры не справились. Вика, тигры не справились. Я ползал. Я это все. Я этот ролик пересмотрел, ну, не знаю, ну, раз пять, так точно. Причем там там красиво все, там эстетически красиво все. Ладно, едем дальше. Так вот. И, собственно, мы нифига не венец создания, и, в общем, нас протереть не составляет никакого труда. Вот если мы сами себя не вытрем, то нас протереть не составит никакого труда. Поэтому вот эта вот идея о том, что мы, то, с чего мы начали, что, типа, а есть Австралия идея о том, что умные люди, добрые люди должны взять в руки оружия и перебить всех террористов и перебить всех кроликов, уменьшить резко их количество, то, типа, не вывезем. Но пока все идет к тому, что вывезем, потому что вот этот вот наш четвертый уровень о том, что идет, точнее, третий уровень о том, что идет идея благоденствия. Она идет, она действительно идет. ну, если бы только карты не передернул этот чудак на букву М, этот американский профессор японческого происхождения, который всем рассказал, что, типа, конец истории, никакого конца истории, типа, можно расслабиться и, типа, булькать ножкой, значит, пока тебя по этому, по потоку тянет. Ничего этого не произошло. Фукуяма оказался просто обычным хайпажором и пиздоболом. Ну, ничего страшного. Никакой трагедии нет. В истории науки было такое количество пройдох, я вас умоляю, заблуждались и ошибались. Ну, то, что, типа, основная, основной стеблишмент мира принял эту концепцию как доктрину, потом, значит, этот, в Германии, значит, разработали идею Евросоюза, которая тоже примерно, инклюзия, мультикультурализм, бла-бла-бла, значит, все это хорошо, но все это в такой, ну, все эти розовые пони, которые сейчас порасплодились, все эти Байлемы, говорит, и Тунберг, и все эти, радикальные феминистки, значит, с экологическими террористами. Так вот, на самом деле, даже при всем, при вот том, что вот эта вот, вся эта плесень и пена расплодилась, никакой трагедии нет, мы движемся пока что в нужном направлении, все хорошо, поэтому, благоденствие есть, все нормально, никакой проблемы нет. Дальше появилась идея гениальности, и идея гениальности очень сочетается с идеей благоденствия, то есть выясняется, что мир начинает вырастать, то есть это когда, сейчас попытаюсь объяснить, это когда вот деревья не растут до неба, это когда ваш ребенок растет, а потом берет, растет, растет, и вас перерастает. Это не значит, что ваш ребенок вас умнее, хотя, скорее всего, но это значит, что вы создали условия для ребенка, при котором он может вырасти больше вас, стать умнее и успешнее вас. Это и есть очень хорошо, поэтому идея благоденствия вместе с идеей гениальности, они имеют такой когерентный режим, пусть будет какая-нибудь конвергенция, вместе с каким-нибудь там, ну, не знаю, геометрической прогрессией роста нашего благосостояния мирового. Так вот, если это так, а это все похоже на так, то мы, как биологический вид, вот сейчас создавая искусственный интеллект, там, бла-бла-бла, то мы, как биологический вид, не потеряны. То есть, вероятность того, что мы сами себя ушатаем, ну, прям за сандалем себя под сома я не могу. Скорее всего, нет. Пока показывают, пока все сигнальные дымы показывают, что, типа, нет, не ушатаем. Поэтому, ну что, лиминальность, сиди. Те, какие не определились, рекомендую определиться. Те, какие определились, не ссыте, все нормально. Делайте упрямо свою работу, не прекращайте делать и дайте себе время. Ощущение, что ничего не происходит, это ложное ощущение. На самом деле, происходит и происходит очень много и очень сильно. просто мы хайпу придаем большое значение, а значимым событиям не придаем большого значения. Но это не так страшно. Все. С этим мы закончили. Теперь выводы из этого. Небольшие выводы, четыре вывода, они простенькие. Первое. Сильные, будут появляться сильные региональные игроки. Помните, папа взрослый, он большой, но дети, когда выросли, они стали сильными игроками, многие переросли папу. И поэтому, условно говоря, золотой миллиард, в него сейчас ворвется, допустим, еще четыре с половиной миллиарда из восьми очень сильных, голодных, злых игроков. И это хорошо. То есть, это говорит о том, что региональные элиты будут значить, и региональные сильные, и региональные игроки будут значить очень многое. То есть, типа, ну это же приведет к местечковости. Да, отчасти это приведет к местечковости. Но по мере того, как глобализм, он никуда не делался, будет развиваться, за счет компенсации, ну то есть, сохранения разнообразия, будут дробиться империи, будут развиваться следующие наши страны, которые дадут, ну условно говоря, там Китай, миллиард четыреста, по-моему, тридцать миллионов, и все, пошел откат. Уже пошел откат. И демографический, и экономический. Вопрос, с какой степенью они его смогут удержать, пока непонятно. А Индия, миллиард четыреста, по-моему, шестьдесят миллионов уже, и растет, и все еще продолжает расти. И как бы, за счет там плотности населения, все остальное, и шуруют они вверх, мама не горюй. Поэтому, поживем, увидим. Следующее, рост благополучия будет идти, и будет, да, пока рост агрессивности. Потому что, те, у кого стратегия выживания, они, когда получают сытость, прошу прощения, видите, я прав, правда, не в смысле, я прав, а в смысле, говорю правду, они жиру бесятся. То есть, получается, что, жизнь варваров делает пыхатыми, надменными, заносчивыми и несговорчивыми. То есть, они там в анклавы сбиваются, террористами становятся, там, типа, зажились, не было бы, условно говоря, у Тартарии баба была, сидели бы себе, как и сидели накануне. Появилось бабло, ну, все, сейчас мы покажем всему миру. Типа, сами жить не умеем, и остальным не дадим. Откуда взялось, вспомните этот старый анекдот, откуда взялось ПВО? Типа, ну, раз, ну, когда, типа, летчики в летное не взяли училище, говорит, пошел в ПВО. Говорит, ну, раз я летать не буду, так никто не будет. Вот так и здесь. Дальше. Третий вывод. Падение доли штатов в экономике, в общем пироге экономик мира. И поэтому, при всем при этом, будет продолжаться рост благосостояния, которое, которое всегда будет оборачиваться войной. То есть, войны еще будут. Вопрос, где, как и в каком виде, поживем, пожуем, увидим. Но будет. Рост благосостояния будет вести к росту быковатости, это будет приводить к войнам. И у Америки через какой-то промежуток времени, если они не, ну, типа, засядут на большой искусственный интеллект и на большую крипту, у них возможность там условной мягкой силы, а сейчас пока играет роль твердая сила, а не мягкая, то у них не будет хватать бабла и ресурсов на то, чтобы, значит, усмирять вот эти вот локальные войны наводить порядок. Ну, собственно, последний вывод это тот, у кого будет ИИ, 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 тот будет и крутой. Вот. Поэтому приходите в следующий понедельник, обязательно задонатьте, у меня просьба всех, кто здесь, Иван, добрый вечер, Ася, добрый вечер, все, кто смотрит и все, кто участвует, у меня просьба здесь опубликовать эту ссылочку на патреон, становитесь патронами, не будьте поросятами. Все, я вас целую и будем трудиться дальше в следующий понедельник. Сейчас я еще только вопросы посмотрю, а то же мы тут говорили по поводу Анны Владимировны, так вот, а я зробила ДНК-тест і з'ясовала, что я маю 2% неандертальця. Ох, і помотала вас по городу із чотирьох максимальних можливейстей. Уточнить про неандертальців, будь ласка, мені пишатися чи ні? Так, пишатися, тому, що ми, ну, то есть, вот этих там веток гоминид було, я вже не помню, скільки, 5, 7, 9, такі люди, такі люди, сякі люди, і вони всі були такі рослі, вони були такі крупні, вони жили сем'ями, а ми жили стадами. Ми були маленькі, хініні, несчастненькі, тому ми научились розговарувати, а вони нет. Ми научились координироваться, а вони нет. У них сил хватало вживати в одиночку, ну, сем'ями, а ми не могли выжити в семье, нам надо було збиватися хотя бы там, ну, це число Донбара, 150-250 рыл, для того, щоб хоч як-то выпетлить, ну, там, 50-60 человек, щоб хоч як-то выжить, щоб прокормитися. І ми действительно очень активно спаривались со всеми ветками гоминид. Поэтому у нас, то есть это говорит о том, що ми хитрые, подлые, гадські, а ви, типо, ми такі гадости немыті, а ми потім пошли і совокупілись з голубой кровію, з неандертальцами. Тож, треба гордіться. Так, і вопрос Вадима. Можете пояснити, в чому нужно определяться? Возможна, я несколько вне контексту. определяться, сейчас попытаюсь объяснить, когда европу косила черная чума, выкашивая все из-за тайфуна, когда они шли своей значит огромной вот этой флотилией на Японию, и налетел значит этот камикадзе, камикадзе это священный ветер, и сдул нахрен все эти суда, то Китай типа сказал, ну на, типа, мы не мариманы, мы типа на земле. и по сей день, с ними это по сей день, и они вообще не поняли, что произошло в Европе. В Европе чума заставила людей прекратить, то есть они когда увидели, что те, которые в рабстве работают хуже, чем те, которые свободные, это было в Европе, то выяснилось, что лучше делать право, в смысле правовые государства, какие хоть какие, но лучше право, чем полное бесправие. Хоть кривенькое право, но все-таки лучше, чем полное бесправие. И за счет этого Европа полезла вверх. На сегодняшний день мир абсолютно европоцентричен. Поэтому, условно говоря, смерть европейцев, европе life matter, европейские жизни значат больше, пусть будут больше значат эти жизни. И так по сей день. И условно говоря, почему Америка воюет украинцами? Потому что цена жизни американца при всех раскладах, ну то есть при пенсионке, при страховых, при всех-всех делах, намного, в разы больше, в десятки раз больше, чем жизнь украинца. Поэтому проще воевать украинцами. это же, вот это же сделал Кулеба, ну Кулеба это министр иностранных дел Украины, и он сказал, что типа мы будем поставлять казаков, ну это то, что предложил когда-то Гугль, казаки Игорьич Косея. И то, условно говоря, двухмиллионная армия, ну это мы еще два года назад сказали, не два года, полтора, о том, что типа это будет один из наших пасток, вот мы в нее сейчас как раз заползаем, что типа воюйте нами, дайте нам оружие, а мы остановим Орду. Так вот, когда была вторая мировая, то условно говоря, страны океании, они вообще не заметили, что где-то была война. Условно говоря, Бразилия, Аргентина не заметила, что была война. А теперь посмотрите, что происходит. Была чума, которая так сильно убивала Европу, но Европа поумнела и обогнала на своем вот этом куцепердом, Лушпайке, кристофа, кристофаль, колумб, это Христофор Колумб, он перескакал, значит, через Атлантику и, значит, началось развитие, имея в виду, Европа. Европа начала грабить майя, фастеков и всех остальных, вывозить оттуда к чертям собачьим золотом. И А Китай как был закапсулирован, так и остался. Вторая мировая разбомбашила Европу почти вдрызг. Но если вы идете не туда, ну, условно говоря, Бразилия и, условно говоря, Аргентина. Аргентина валит не туда, сейчас посмотрим, что сделает Милей, но сто лет развития не туда, вообще ничего не дали. Условно говоря, Советский Союз победил Германию, а Германия за ближайшие же, по-моему, 25 или 30 лет уже обошла бывший СССР по качеству жизни. То есть, если вопрос не в том, какие катаклизмы с вами случаются, а вопрос в том, куда вы идете. Вот, если можно Вадиму Бондаренко сделать, я тем, которые у нас главные командиры, можно ли Вадиму Бондаренко сделать какой-нибудь подарок? Он задал невероятно важный, и невероятно, мы сейчас его закруглим, этот вопрос, но он задал невероятно важный и крутицкий вопрос. то получается, что лиминальность у вас, время без ременья, или у вас полная жопа, ну, типа война во всю мазуту, не играет роли. Играет роли, вы определились или нет, вы движетесь в нужную сторону или нет. То есть, допустим, величие Америки в том, что они, там, ну, у них снизу Мексика, она не против них, сверху Канада, она не против них, и они богатели на всех войнах, старались богатеть на всех войнах, и до действительно, мировых, и до действительно, им это очень хорошо удавалось. Это значит, у них было намерение, то есть, у них был хоть какой-то план, куда распетлять эту ситуацию. То есть, я что пытаюсь сказать? Я пытаюсь сказать, что если вы окажетесь в Аргентине во время Второй мировой войны, но Аргентина движется не туда, то Германия, будучи, ох, чтобы я был здоров, у меня просьба, заблокируйте вот это вот радио Мечаник, Мечаник, к чертям собачьим. заблокируем. И Германия, вышедшая из Второй мировой войны в полном раздрайв, полностью разбитая, ровно как, условно говоря, Европа средневековая после чумы и всего остального, но сохранив правильный вектор или выработав для себя и двигнувшись в нужную сторону, они все равно обогнали и по ВВП в дальнейшем и по всем остальным весь Советский Союз вместе взятый, а по качеству жизни просто превзошли намного-намного. И собственно когда-то полностью разбитая к чертям собачьим Германия сейчас является локомотивом Европы. Поэтому если у вас есть, условно говоря, намерение, то тогда не играет роли на улице революция или на улице где очень много этих, много пассионарных личностей бегает по улице с оружием или у вас полная тишина, покой, никто, ну как в океане в какой-нибудь там во время Второй мировой вся тишина, все хорошо, все. С этим мы и завершаем. Поэтому Вадиму, Вадим, вам какой-нибудь надо сделать подарок, я вот, Ирочка, сделайте какой-то Вадиму подарок, надо его только как-то найти и сделать ему подарок. А всем остальным встречаемся в следующий понедельник, поэтому ответ на вопрос с чем нужно определиться. Определиться нужно с тем куда вам. И как только вы определитесь куда вам, тогда будет легко определиться оставаться или уехать, или наоборот вернуться. так что все хорошо. А этого вот этого сделать, сейчас я попробую этих козлодранцев, а тут оно не делается. Так, а как это делается? Как баниться? Это трепло. Закрепить... О, я нашел! Будьте здоровы! Так, этому козлу все. Сейчас добрые люди должны прийти и истребить всех лис и всех кролей. Вот, поэтому мне кажется, Вадим, я ответил на ваш вопрос. Оксаночка, добрый вечер. По-моему, я ответил на ваш вопрос. Все, тогда встречаемся в следующий раз и движемся дальше. За вопрос огромное спасибо. Очень хороший вопрос. Все, целоваю. Спасибо.